Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. 2050 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 29 уголовных дел. 25 преступлений раскрыто по горячим следам. Начальник ведомства Евгений Романцев напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости предупреждать жителей о формах дистанционного мошенничества. В момент Касимычу Азизову большое спасибо. Они единственные управляющие компании, которые по нашему просьбе... Они выложили для всех на своих чадах, для наших бабушек, дедушек, которые переводили денежки вот этим мошенникам. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло пять пожаров, два из которых в черте городского округа. В результате происшествий никто не пострадал. 28 февраля в 16 часов 39 минут рабочий поселок Октябрьская улица Новая у дома 7 обгорела заброшенная бытовка по всей площади. И 4 февраля в 12 часов 55 минут Люберца-Шевляково, дом 2, дробь 24, в многоквартирном жилом доме, в одном из квартир на втором этаже обгорели личные вещи на балконе на площади 2 квадратных метра. Аварийных отключений в сфере жилищно-коммунального хозяйства не было. Все системы функционировали в штатном режиме. В округе по графику идут плановые работы по капитальному ремонту МКД. На данный момент ведутся работы по установке вентилируемого фасада с утеплением. Это улица Льва Толстого, дом 17, процент выполнения 40%. Также ведутся работы по установке вентилируемого фасада с утеплением по улице Коммунистическая, дом 18. На данный момент там выполнение 45%. Во время еженедельного оперативного совещания глава городского округа Владимир Волков вручил сертификаты на предоставление квартир двум детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия.